Как и все советские люди, смоляне грудью встали на защиту своего отечества. Тысячи наших земляков в первые дни войны добровольцами ушли на фронт или присоединились к партизанскому движению. Среди них герой Советского Союза Михаил Егоров. Фотографии его подвига, а именно он со своим боевым товарищем Мелитоном Кантария водрузил советское знамя над Рейхстагом, облетели весь мир. Каждый советский школьник, особенно если он жил и учился на Смоленщине, знал эту историю наизусть. Однако времена изменились, и теперь уже не так часто можно встретить ребенка, которому имя Егорова хорошо известно. Сотрудники историко-кроведческого музея Десногорска не только по крупицам собирают историю, они считают своим долгом рассказывать о ней юному поколению. Для учеников третьей школы они подготовили презентацию о жизни и подвиге смоленского героя. Рассказали о страшных годах оккупации региона и показали фильм воспоминания участника штурма Рейхстага, ветерана Великой Отечественной войны Николая Беляева. Затем ребят пригласили в музей поискового движения, где их провели по залам исторической славы Красной Армии. Малыши узнали, какую форму носили красноармейцы и чем она отличалась от немецкой. Познакомились с обмундированием и вооружением времен Великой Отечественной войны. Своими глазами увидели письма, личные вещи, ордена и нагрудные знаки. Прикоснулись к истории своих предков. Все ребята пришли к единому мнению, что знать о таких героях, как Михаил Егоров, нужно обязательно. Дети, если бы о нем не знали, то тогда это было бы как-то неправильно. Он же наш герой, он спас Россию. Если бы он нас не спас, то нас бы вообще и не было. И фашисты бы захватили весь Маленск, Москву и Россию бы захватили. Очень важно, что они защитили тогда Родину и мы благодаря им сейчас живем. Педагоги уверены, что подобные мероприятия, несомненно, приносят пользу и развивают патриотизм в детях. Несмотря на то, что это дети нового поколения и они совсем маленькие, все-таки это второй класс. Я надеюсь, что из полученной информации они сделают свои выводы, запомнят нужную информацию и они будут чтить героев нашей страны. Школьники с большим интересом слушали и впитывали историю своей страны и родного края, все больше погружаясь в те далекие и страшные времена. В этот день каждый из них осознал, насколько важно помнить прошлое, чтобы не повторить его в будущем. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ